Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий Кравцев Сергей. Тема наша это театропная терапия при грыжах позвоночника. Друзья, значит, не буду вдаваться в подробности, я могу подробно там отснять, если вам интересен какой-нибудь видеоролик, там какие-нибудь грыжи, там дарзали медиальные шморли и так далее. Для нас сейчас это не столь важно. Я буду просто галопом по Европам, расскажу вообще, как вот театропную терапию вести, на мой взгляд. Что такое театропная терапия? То есть, это терапия, направленная на лечение самой причины заболевания. То есть, мы можем лечить грыжу посимптомно, ну, допустим, там брать болевой синдром, убрать воспалительный синдром, там миофициальный синдром убрать. Вот, можем, значит, заняться театропным лечением. Ну, театропное лечение, оно, конечно, тоже, ну, в каком-то смысле можно осуществлять и посимптомно, и нужно. Ну, то есть, все, что я перечислил, сделать. Дальше нужно посмотреть, если у вас есть сколиоз, мы обязательно работаем корригирующей гимнастикой по сколиозу. Если у вас, к примеру, у грыжи там грудно-ушейного отдела есть гиперлордоз шейного отдела, или гиперкифоз грудного отдела, там гиперлордозирование повздошного отдела, или у вас там грыжа повздошного отдела, мы обязательно боремся, в первую очередь, боремся с вот этими изменениями в повздошном, там грудном или шейном отделе. Для чего это делается? То есть, понимаете, если у вас изменение искривления дуги, ну, то есть, позвоночник не прямой, как палка, у него есть естественное его искривление. Лордоз шейного отдела, кифоз грудного отдела и, значит, лордоз воздушного отдела, то есть, ваша поясница. Ну, и приставка гипер, это значит, что они увеличены. Также может быть гипо, особенно очень часто бывает гипо у мужчин, гипо, лордоз, соответственно, повздошного отдела. В чем суть? Все эти искривления мы используем корригирующую гимнастику, корригирующую массаж, мануальную терапию, устраняем. Постепенно, постепенно с этим мы работаем, если есть миофасциальный синдром, с миофасциальным синдромом, и это могут быть отдельные физиопроцедуры. В некоторых случаях применима даже ударно-волновая терапия при работе с миофасциальным синдромом. Очень замечательно, у меня один знакомый коллега работает, карбокса, терапия с миофасциальным синдромом. Конечно, все это сочетается с массажем. Я настаиваю на сочетании корригирующей физкультуры. Обязательно проводить корригирующую физкультуру для того, чтобы устранять какие-либо искривления. Но даже если, в принципе, у нас все в нормотонусе находится, в плане искривлений, мышцы все более-менее, мы представим, что создали естественную асимметричную тензию мышц. Все равно мы продолжаем заниматься корригирующей гимнастикой, но только с целью устранения максимального миофасциального синдрома, пока мы его фактически полностью не устраним. Дорогие друзья, это год. Вот. И наращиваем усиленно мышечную массу равномерно, значит, для того, чтобы уже у нас позвонки не такие сильные, так скажем, да, в них диагативные процессы произошли. Представим, что мы говорим там о повздошном отделе, да. И тогда мышцы кора, и пресс, и повздошные мышцы, и различные там ягодички тоже можно сделать, и квадрицепсы, вот все мышцы кора мы усиливаем для того, чтобы у нас, в общем-то, функционально и равномерно вся нагрузка распределялась. И организм умел держать вот эту вот функциональную нагрузку. Соответственно, обязательно усиливаем мышечный картет в целом при грыжах. Вот. У меня был один замечательный случай. Пациент, он меня не послушал, начал приседать. Ну, пускай с не очень большим весом, где-то килограмм 40-60, но он тоже немного весил, ну, почти его вес, килограмм 70 весит. И, благо, он до сих пор, вот, ну, до карантина, по крайней мере, приседает с этим весом. Ну, удивление, иногда достаточно, ну, в общем, он без меня занимается, я его в зале просто вижу. Все равно, даже несмотря на то, что есть огрехи очень большие в технике, его не ущемляют. Вот, ну, мы вот занимались усиленно, прям корригирующей гимнастикой. Так что, крайне рекомендую вам это использовать при лечении грыж. Значит, естественно, на стадии воспаления не забывайте пролечиться. Видео об этом я уже снимал. Также применимо занятие йогами и всем остальным, но только индивидуально, потому что все упражнения, которые вы делаете в йоге, они должны подбираться под вас индивидуально, а не так, что вы там пришли в зал, коврик расстелили, вместе со всеми сделали ротацию, вас ущемил. Ротации – это противопоказание при грыжах. Вот, во всяком случае, пока у вас не проведена та глобальная работа, которую я перечислил. В целом, у меня очень много знакомых спортсменов, кто ставили себе задачу, сейчас они живут с грыжами, многие приседают с грыжами, приседают за 250 килограммов. Поэтому, если ваша задача даже не делать рекорды, а просто жить, с грыжей можно вполне себе жить, ее не чувствуют. У нас есть люди, кто просто живет с грыжами, ее не ощущают. Все зависит от вашего опорно-победительного аппарата. Если поставить себе цель, можно это исправить. Конечно, если у вас там нет сопутствующих заболеваний, чем больше сопутствующих заболеваний, тем дольше придется с этим делом бороться. Но безвыходных ситуаций не бывает. С вами был Крафт Сергей, Medical Fitness. Спасибо за внимание. Подпишитесь на канал.